Итак, как зарабатывать много денег, снимая только видеоролики или пости, там, инстраграм, тикток. В общем, как стать видеоблогером и зарабатывать много денег. Суть такая, как стать видеоблогером. Всё. Ой, история за то, что я так мешаю вам. Ну, в общем, первое дело, выберите платформу одну, потому что именно популярные и богатые люди выбирают одну платформу. Сначала узнаете, кто вы, а потом уже выбирайте. Например, вы любите снимать много, там, длительные ролики или короткие. Если длительные ролики, и вы классный монтажёр, фотограф, то YouTube для вас, вот. А я сейчас что-то как-то понял. Ну, я историю ещё рассказывал, потому что как-то я больше разговариваю, поэтому сразу же можно идти, стримить и снимать. Снимать на YouTube, стримить можно там, 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 везде, в общем, там. Вот, качать свою аудиторию. Если вы любите писать, то Instagram. Если любите смешные что-то разнообразие, то TikTok, потому что именно музыка и танцы. Музыка и танцы. TikTok это музыка и танцы. Там, коты ещё. Хочете, кошку я покажу вам? Хорошо. Ну всё, в принципе, посмотрели пару секунд. Вот вам кот и лайк за кота, потому что именно кот вам поможет в жизни. Вот. Разберём Instagram. Вот так мне хочется. А потом уже все остальные сети. Думаю, вроде я успею разобрать и скажу вам, в чём дело, как они зарабатывают. Instagram зарабатывают с помощью на продаже магазинов. Я жду купил, а я жду продал. Конкурсы разыгрываешь миллионерам. Говорят, есть хитрая способность. То есть вы зарабатываете на людях. Это как на русском, как сейчас Украина-Россия, мы сражаются и получается бог будет кого-то карать. Но кого же, блин, будет карать? Мне интересно. Кто за добро, кто за зло, что это значит? Это религия, поэтому суть такая... Блин, это самая сложная тема в жизни. Но, в принципе, разобрать хотя бы примерно, а потом уже целиком можно. Частово это нужно делать ролик. Потому что короткий ролик за это время не сделайте. Вот я вам гарантирую, вы не сделаете это. Никто не сделает это. Это реально уже часто водяй ролики. Разбирать добро, зло и как это фаршируется, всякое такое. Но кратко расскажу. Но если хотите, то я сделал, если вам интересно будет. Вот, разбираем. То есть, если вы пишете статью, фотографируете, если вы работаете на обычной работе, у вас есть инстаграм, то после работы, когда вы идёте на работу, берёте свой смартфон, телефон, вы должны сюда убрать и фоткайте. Что там можно фоткать на улице, собаку, кота, попуянных людей, если они разрешают. Там спрашивают, такой закон. Светлофора фоткайте, фонари фоткайте, дорогу, красиво фоткайте, крутую тачку, крутую машину, крутой магазин, без рекламы, а то сейчас забанят. И там, скачете приложение, флэм маркете, там, и в принципе, встаёте тысячу, тысячу, ещё раз, тысячу, блин, фоток, видео тоже. Некоторые говорят, что это бессмысленно, но после того, как вы сделали тысячу, ой, у меня проблема, за год я сто роликов снял, может быть больше, тысячу роликов, если я сниму, тогда я имею право, вы тоже сможете иметь право вложиться, и вы станете богатым, потому что она всё польётся до тысяч раз. Это такой трудный способ, трудно, но эффективно, и стопроцентный, если я реально годным. Чтобы было охотно, то я вам оценю это всё дело, ведь там нужно реально два больше года, но принцип, организируйте, вы знаете, ответ. Ну, что я вам рекомендую, это тик ток, сейчас тренд тик ток, ютюб немножко, так, ну, стабильный. Как, ну, сейчас, такой себе. Просто эти копируются, инстаграм, тик ток, а я инстаграм сейчас на третьем месте, тик ток на первом, ютюб на втором. Разбираем тик ток, да, сейчас тик ток, можно про инстаграм забрать, пишите в комментариях. Вот, вы смешные ролики делаете, музыку, снимаете очень много. И что в итоге получается? Фиг, меня в нем получается, потому что люди любят смотреть на одно хобби. Ну, не снимайте, блин, всё, как я сейчас это делаю. Про котов, про бургеры, и там музыка разная. Нет, снимайте одно, да, там будет мало просмотров, но это отлично, это потихоньку, но раскрутится. Потому что если вы каши, всё это делаете, спешаете, учёба, работа, мне скажут, чувак, я хочу только учёбу, я подписан уже на работу, я хочу найти учёбу, или про бургеры, как готовить. Я думаю, было понятно. Вот, вы, наверное, специалист по музыкальным техникам. И вы, блин, в тик токе эти котов, блин, шарите. Шахматы, игры в тик ток вылаживаете. И вот, наконец, музыку. Получается каша? Нет. Сдаёте новую страничку, это не удаляете, это сохраняете. Это будут ваши воспоминания, как вы пахали, трудили, всякое такое. Вы создаете свою страницу в тик токе. Да, реально, создаете свою страницу в тик токе новую. Пишите новый псинтоним. Нет, ну можно старый. Что потом, старый, взросили, вернулись к старому. И там зарабатывали, и там зарабатывали. Инстаграм, или YouTube. Потом ссылку кинете на свой Инстаграм, YouTube. Сразу же. Можно сразу, можно потом. Нет разницы, как по мне. Я не знаю. Я потом кидаю, я сразу кидаю. Мне нет времени на это. Я просто снимаю, больше снимаю теперь на это. Тик ток, вообще-то, заливая только котов, пытаясь уже смешать им на коты. Некоторым, что-то не отписывают. Потому что говорят, качество фигня. Музыка разная. У тебя нет ни одной музыки офигенной. Тун-тун-тун-тун-тун. Можете только одну музыку. Популярно, когда вы стримите на этой музыке. И весь контент у вас будет только на одной музыке. Может быть, забанят. Поэтому, немножко меняйте, старайтесь. Немножко старайтесь. Вот я сейчас, ну, может быть, не стараюсь. Может быть, стараюсь, только как-то разговор умственный. Напишите, что я умственный разговор делал. Потому что, если не напишите, будет обидно. Ладно, потом разберем тик ток. Потому что у нас 10 минут. До 10, до 15 хотя бы. Потому что много не смотрят. Это факт. Увы. Поэтому будем разбирать и следующие темы. Напомните, пожалуйста. Потому что, если вы не напомните, я не смогу сделать. Дальше. Ютуб. Если вы, блин, снимаете ролики, то отлично. Снимаете много, много еще раз, много. Фотки. Ой. Может, это за ошибка. Главное узнать, про что вы снимаете. Потому что количество это убыток. Убытство. Качество это офигенно. Я видел один канал на YouTube. Он снимает в финансовом плане. Я тоже уже снимаю. Я, конечно, применил и делаю. Он делает каждый ролик. Снимает ни одного хэштега. Описание. Качественно. Красиво. Название. Топчик. И превью топчик. И все. Плейлист. Комментарий пишет. И все. Пять функций. И хайпостит в своем сетях. Или не постит. Я не знаю. Телеграмму не буду. Чтоб собирать аудиторию. А вот вопрос. Что я делаю? Сейчас у меня период. Вы должны тоже ставить период. Я сейчас сделаю функцию. Я хочу заснять тысячу роликов. Влоговых. Потому что я уже снял. Снял уже 2000 роликов. Игровых. Это мне обошлось. Три-четыре года жизни. Три может. Два может. Один. Поэтому. Не переставайте. Снимайте. Может быть мало будете снимать. Но можете заснять. Много. На фигни я буду. Но если снимите качественно. То через три года у вас не будет тысячи роликов. Потому что вы качественно снимаете. А будет. Минимум сто. Но это понятно. За год. За два. Ну да. В принципе. За два года сто роликов снимите. Напишите цель. Берите. Заметку. Два года. Объявили. Объявили. Нарисовали. Вокруг или вокруг. И каждый месяц ставим палку. На этом круге. Круг. На этом круге. Будет солнце. И потом понедельник. Вторник. Сверя. Четыре пятница. Можно снять ролик. Можно это не делать. Можно сделать так. Недели. Январь. Февраль. Ой. Я забыл. Январь. Февраль. Февраль. Июнь. Январь. Февраль. Март. Ой. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Январь. Сентябрь. Август. Сентябрь. Октябрь. Январь. Декабрь. Ух ты. Я уже весь год сказал. Наперед. Пишите то, что я сказал вам. Правильно только напишите уже 10 минут. Блин. Вспеть нужно. Так. Потом вы. Из них. Выбираете. Просто. Играете в шахматы. Рандомно. Дни. Недели. У вас цель. 100 роликов за 2 года. Можете 200. Не важно. Потом. Когда они готовятся к нему. Как к ЗНО. Готовьтесь к этому. Можно сделать такую тему. Можно другую тему. Но главное тут начать. Просто. Начните. Всем удачи. Всем пока. Стретьте в следующей ролике. И уже начинайте. Пока.